МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Вопрос в цене. Члены правительства обсудили формирование тарифов за сбор и вывоз коммунальных отходов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Память бессмертна. В Чубаксарах открылась выставка, посвященная депутату госсовета Игорю Кушеву. ЭКО-МИР. Столица республики подвели итоги творческого конкурса, посвященного Году экологии. Тема тарифов за сбор и вывоз коммунальных отходов остается актуальной. К ней еще раз вернулись на еженедельном совещании главы Чувашии. Тариф по утилизации за хранение отходов регулируется государством. Для жителей Чебоксарного, Чебоксарской, Чебоксарского района стоимость определена фирмой управления отходами. А вот сбор и вывоз мусора – тариф нерегулируемый. Предприятие самостоятельно формирует тариф. Его стоимость обсуждают с начала года. Предприятие-перевозчики предлагают 500 рублей и более. А госслужба по конкурентной политике тарифам утверждает, что эта цена завышена. В госслужбе был проведен соответствующий анализ роста конечной цены на услуги по сбору вывоза, включая утилизации. И по расчетам госслужбы данный рост должен был составить не более 70%, либо 340 рублей за 1 кубический метр. Компании-перевозчики утверждают, что их цена не менее 500 рублей. Свои обоснования представили два предприятия. Проанализировав эти данные, госслужба по конкурентной политике тарифам считают, что в общую стоимость включены экономически нецелесообразные расходы, которые противоречат правилам и нормам бухгалтерского учета. Кроме того, при цене в 500 рублей жители должны будут платить на 65 рублей больше, а при цене 340 рублей на 30. Экономическое обоснование тарифа уже в 340 рублей. В данном случае вот эти цифры в конечном счете отражаются уже в китайских удельном весе, это примерно 1-1,5%. 340 рублей, еще надо еще раз подчеркнуть, с учетом рентабельности По данным УФАС, компания-перевозчики подняли цены, но это не является признаком сговора. Сейчас антимонопольная служба проводит анализ ситуации, чтобы принять решение о выявлении монополиста. Проводя анализ рынка, сейчас выявилось, что у нас на рынке есть коллективное доминирование. После окончания этих всех анализов будет принято решение по возбуждению дел или по сговору, или по монопольно-высокой цене, или по необоснованной цене. Мусор – это сегодня выгодный бизнес, и не надо защищать здесь интересы отдельных перевозчиков. И это и конкурентное средие мы должны защищать, создавая благоприятную среду, интересы государства, интересы народа. Глава Чуваши просил взвешенно подойти к решению этой ситуации, чтобы жители не пострадали при определении экономически обоснованной цены. Чтобы прекратились споры по стоимости услуги по сбору и вывозу отходов в ближайшее время, необходимо утвердить нормы накопления на каждого жителя республики и определить регионального оператора. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Чуваши выделены 323 миллиона рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В Республике стартовала заявочная кампания по приобретению путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти и другие вопросы были рассмотрены на совещании главы Чуваши с руководителями администрации муниципальных районов и городских округов. По поручению президента России Владимира Путина Чуваши дополнительно выделено 323 миллиона 270 тысяч рублей на завершение программы по переселению из аварийного жилищного фонда. Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию руководства республики с правительством Российской Федерации, Минстроем России и фондом содействия и реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Это средства, которые помогут нашим строительным организациям строить жилье по тем параметрам, по тем социальным нормам и, соответственно, получать для себя государственный гарантированный заказ. К первому сентября текущего года предусмотрено переселить 13 тысяч 100 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 172 тысячи квадратных метров. Основные объемы дополнительных средств будут направлены на поддержку городов Чебоксары и Шумерля. Сейчас же есть все условия для выполнения указа президента России номер 600 о мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Необходимо найти варианты решений и своевременно подготовить необходимую конкурсную документацию, потребовал Михаил Игнатьев от руководителей администрации городских округов. 1 апреля стартовала заявочная кампания по приобретению летних путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Родители и законные представители обращаются в организации социального обслуживания населения. Для работы с детьми Центром молодежных инициатив Минобразования Чувашия обучены 520 вожатых из числа студентов. В лагерях ребят ожидают профильные специализированные смены по 10 направлениям, в том числе военно-спортивная, эколого-краеведческая и творческая. 8 апреля самая большая нагрузка ложится для города Чебоксары, для родителей, поскольку у нас желающих обычно в городе около 36 тысяч, а доставляется порядка 5700 путевок только в загородном оздоровительном лагере. Третий этап у нас стартует 15 апреля для обучающихся школ города Чебоксарска и 22 апреля будет стартовать прием заявок школ муниципальных образований городов и сельских районов Чебоксарской республики с заключением города Чебоксары и Ночебоксарска. Минобразование Чувашия создает систему общественного наблюдения за ходом заявочной кампании. К участию приглашаются родители, студенты, представители СМИ и блогеры. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Завтра в Москве под руководством главы Чувашия Михаила Игнатьева пройдет заседание подгруппы рабочей группы Государственного Совета России. На заседании обсуждаться подготовка будет к совместному заседанию Государственного Совета России и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Тема заседания – решение задачи по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. Работа столичного хозяйства, внедрение сети автоматизированных платных парковок. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на планерке у главы администрации города Чебоксара. Приход весны никого не оставляет равнодушными, особенно работников городского хозяйства. Снег тает, а вместо него на земле остается все, что горожане успели выкинуть на улицы за зиму. Так что откладывать уборку на более теплое время года не пришлось. В период с 27 марта по 2 апреля город заметно преобразился. С территории города вывезено 174 тонны твердых коммунальных отхозов, 26 тонн крупногабаритного мусора. Проводился в течение недели ямочный ремонт. Всего ремонтировано 1990 квадратных метров, при этом израсловано 240 тонн асфальта. Особенно важно благоустроить те территории, на которых в зимнее время вели работы коммунальные технологии и водоканал. Выйти на субботники призывают и горожан. К майским праздникам мы должны город привести в порядок. Также во дворовых территорий привлекать жителей, чтобы вышли на субботники. Нельзя допустить, чтобы на улице города выходил мусор, лежали бутылки, как это иногда бывало. На совещании также обсудили итоги работы городского маршрутного транспорта за первый квартал этого года. Проверка выявила около ста нарушений. Самые частые. Отсутствие у водителя мобильных электронных терминалов оплаты проезда. Незаполненный билет на учетные листы. Отсутствие справочной информации и маршрута для пассажиров внутри салона. Несоблюдение тарифов на перевозку. По выявленным нарушениям 30 из 35 актов по 19 маршрутам направлены письмами. Угадан по Чувашской республике. Из них по трем актам транспортной инспекции готовятся материалы о возбуждении административных дел. Глава администрации призвал провести дополнительную ревизию по уже выявленным нарушениям. Еще одна тема – платные парковки. Они призваны разгрузить самые оживленные участки города. Уже в сентябре этого года состоится запуск пилотного проекта. Власти уверены, что это необходимо в реалиях современной жизни. Сегодня днем в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. И сейчас это самая обсуждаемая тема. Естественно, в первую очередь об этом мы спросили нашу коллегу Ольгу Пырочкину, которая участвует в работе медиафорума региональных и местных СМИ Общероссийского народного фронта. Ольга сообщила, что на работу медиафорума ЧП не повлияло. Здравствуйте, коллеги. Сегодня 3 апреля заключительный день 4-го медиафорума Общероссийского народного фронта. На него собрались лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В этом году это 443 региональных журналиста. Кроме меня, Чувашию представляют еще два человека. Это корреспондент газеты «Советская Чувашия» Юлиета Федорова и представитель российской газеты Евгений Петров. Буквально несколько часов назад закончилось пленарное заседание форума. С нами встретился президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. В предыдущие дни у нас была возможность пообщаться с руководителями и главными редакторами федеральных СМИ и представителями профильных министерств. Среди спикеров были, например, Сергей Иванов, это специальный представитель президента России по вопросам природоохраны, деятельности, экологии, транспорта, и продюсер Тимур Викмамбетов. Также на форуме нам представили первые результаты новых проектов ОНФ, о некоторых из них мы уже рассказывали в нашем эфире. Например, дорожная инспекция, карта убитых дорог, генеральная уборка, интерактивная карта свалок, центр мониторинга благоустройства городской среды. Те, о которых мы пока не рассказывали нашим зрителям, например, равные возможности детям и народная оценка качества, думаю, тоже скоро станут темами репортажей национального телевидения. Минюст Чуваши проводит проверку деятельности учебно-производственного комбината Минстроя Республики. В учреждении инициирован внутренний аудит. Минюст Чуваши выявил, что сейчас существует негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, учебно-профессиональные курсы промышленной безопасности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и учебно-производственный комбинат Минстроя Чуваши, оказывающий одни и те же виды услуг. Для получения лицензии в Минобразование Чуваши не государственное предприятие предоставило договор аренды государственного имущества, не согласованное с Минюстом Чуваши. Было также установлено, что в день увольнения с должности директора государственного автономного учреждения Учебно-производственный комбинат Минстроя Чувашии Валерий Князев был трудоустроен директором частного образовательного центра и, по мнению министра юстиции Натальи Тимофеевой, работал в ущерб деятельности госучреждения. На совещании у главы Чувашии заслушаны проверяемые и проверяющие стороны. Проверки будут продолжены. Объективную правовую оценку дадут правоохранительные органы. После условия к чрезвычайному происшествию конца прошлого года. Напомним, что декабрьским днем в одном из чебоксарских домов остановился лифт. Находившаяся в нем 75-летняя горожанка запаниковала и попыталась выбраться наружу. В результате пожилая женщина упала в шахту с двухметровой высоты. Горожанка попала в реанимацию, получив перелом бедренной кости. Уголовное дело завели на электромеханика коммерческой организации по обслуживанию лифтов. По версии следствия, обвиняемый, несмотря на неоднократные жалобы со стороны жильцов у этого дома на сбою о его работе, своевременно не предпринял необходимых мер. Причастность обвиняемого к совершенному преступлению подтвердили результаты технического расследования, проведенного органами Ростехнадзора, судебно-медицинской экспертизы, а также показания потерпевшей и 16 свидетелей. В настоящее время в целях безопасности граждан лифт выведен из эксплуатации. По результатам расследования уголовного дела, подслуживающего лифта организацию, внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, посолствующих к совершению преступления. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. Рыбак, спортсмен, строитель Вот здесь он с сыновьями вспахивает огород, а рядом уже решает государственные дела. Наш близкий друг, товарищ, государственный деятель, в прошлом хозяйственный руководитель, известный предприниматель. И где бы он ни работал, он всегда показывал себя достойным образом. Всегда, везде оставался таким простым, добродушным, веселым, активным. За свою недолгую жизнь Игорь Кушев добился многого. Внес заметный вклад в развитие предпринимательства, работал на ведущих предприятиях, активно занимался законотворческой деятельностью, получил награду за заслуги перед Чувашской республикой. При всей своей занятости он всегда находил время и возможность помогать тем, кому это необходимо. Детям, попавшим в трудную ситуацию, малообеспеченным, энтузиастам, затевающим новые проекты. Он жил быстро, он жил честно и он жил праведно. Он очень любил свою семью, он очень любил своих сыновей и он очень любил народ, он любил свою работу. Он до последнего шел на нее. Игорь – это человек, который вот он был, есть и будет. То есть о нем нельзя говорить в прошедшем времени. То есть вот эти эмоции, что вот-вот он сейчас войдет. Почтить память государственного деятеля пришли коллеги-депутаты, друзья и близкие. Все, для кого Игорь Анатольевич навсегда останется таким. С искренней улыбкой и сияющими глазами. В апреле в республике будут организованы экологические субботники. Они пройдут с 15 апреля по 5 июня в рамках Дни защиты от экологической опасности. Эко-я, эко-мы, эко-мир. В Чувашском государственном художественном музее подвели итоги детского республиканского конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, посвященного Году экологии в России. Его организаторами стали Республиканский информационный туристский и культурный центр Минкультуры Чувашии и художественный музей. Экология глазами детей. Что в их понимании чистая планета? Что могут сделать ребята для охраны окружающей среды? Риторические, на первый взгляд, вопросы имели вполне конкретные ответы. Участники конкурса прислали на суд жюри декоративные подделки, фотографии, собственноручно написанные картины. Больше всего оказалось домиков для птиц, что, впрочем, вполне объяснимо. 1 апреля считается праздником птиц. Взяли, уместили и создали благодаря им этот удивительный праздник птиц, праздник экологии, праздник вот сегодня настоящий. Самое главное нас порадовало, что дети заботятся о чистоте природы. Со всей Республики было прислано 750 работ. Такого огромного количества детских произведений еще не встречалось. Особое внимание было уделено работам детей с особенностями развития. Перед жюри стоял очень трудный выбор. В обилии жанров надо было разыскать самые интересные работы. И они были найдены. 50 ребят стали лауреатами конкурса. Специального приза была удостоена работа Валерии Кузьминой. Ее картина выбрана символом конкурса и изображена на рекламном плакате. Гути, им некуда сесть, потому что природа уже загрязнилась. В этот год экологии я хочу пожелать, чтобы люди берегли природу. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Смотрит и слушает вся Чувашия и Россия. С марта этого года национальное телевидение Чувашия вещает на спутниковой платформе Триколор ТВ. Количество абонентов 10 миллионов человек. Мы продолжаем получать приятные отзывы от наших зрителей, живущих в разных уголках республики и страны. В этот раз своими впечатлениями с нами поделились жители и Брестинского района. Чувашия смотрим мы очень довольны всей семьей. Даже мои дети в Ямале живут. И концерты, новости же каждый день, и спектакли. Все, что в мире происходит, пускай все показывают по Чувашии. Но по Чувашии, по этому чувашскому народу, это пускай побольше. Мы только что недавно подключились. Спектакль смотрю, концерты, конкурсы вот эти. Ну, как неделю только мы смотрим еще пока. Мы так обрадовались. И сразу включили, нашли. Сначала не нашли мы. Обратились тут в вибрессию, этот оператору. Он нам там включил, обновление сделал. И с 4 марта мы каждый день это и смотрим. Тем более у меня старшая сестра есть. Она по Чувашии передачи очень любит. Не только она, а уж все мы очень довольны. Все подряд мы смотрим теперь. А то раньше радио слушали, а тут уже все видно. По радио слушаем всегда. Песни-то. А артистов-то мы не видели никогда. Не каждый раз в Чебоксары едем, не каждый концерт посещаем. А тут уже все. Будем знать пофамильно. Кто-то из великих сказал, кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. И Бресенцы бережно хранят память о своем земляке, героя России Леониде Константинове. Память о человеке, выполнившем с честью свой воинский долг. На родине героя прошел ежегодный турнир по волейболу. Вертолеты и самолеты были настоящей любовью Леонида Константиновым. С малых лет он мечтал подняться в небо. Скромный и очень трудолюбивый, так вспоминают его односельчане. Леонид сумел сразу после школы поступить в Сызранское высшее авиационное училище. Затем служба в Грузии, Афганистане, Таджикистане, Туркменистане, Чечне. О мастерстве Леонида среди летчиков ходили легенды. В мае 2001 года, во время очередного боевого вылета, его вертолет был обстрелян чеченскими боевиками в небе над Ингушетией. Подполковник Константинов смог посадить вертолет и спасти пассажиров, но его ранения оказались смертельными. Ему было всего 40 лет. Без прошлого нет настоящего и не может быть будущего. Поэтому мы всегда помним. И пока мы помним, мы живы. Память о Леониде всегда в наших сердцах. Очень благодарна вам и всем командам, которые приезжают ежегодно на этот турнир. Спасибо вам, односельчане, что на этот день вы бросаете свои дела. Ты приходите к нам, помните о своем односельчане, однокласснике. В этот раз в родную школу Константинова приехали спортсмены из Чебоксар, поселка Ибрейси и соседних деревень. Турнир проходил в течение всего дня. В упорной борьбе игрокам столичной команды «Пограничное братство» удалось одержать победу и в третий раз подряд увезти домой главный кубок турнира. Ценные подарки получили и самый старший, и самый молодой игрок турнира. Специального приза «Возраст героя» удостоился Николай Тимофеев. Память о подвиге земляка живет в сердцах односельчан. Одна из улиц в Липовке носит имя Константинова. Мемориальная доска на здании школы напоминает новому поколению о героизме и мужестве героя России, подполковника, военного летчика. 2017 год в Ибресенском районе объявлен годом памяти Леонида Константинова. В 2017 год у нас в Ибресенском районе объявлен годом героя России Леонида Сергеевича Константинова. В рамках этого объявленного года мы проводим очень много мероприятий в Ибресенском районе. Это и конкурсы сочинений среди школьников, также спортивно-массовые мероприятия. Одно из них сегодня проходит непосредственно на родине героя России в деревне Липовка. В этом году в Липовке наконец-то появится долгожданная современная автомобильная дорога. Два с половиной километра пройдут от школы, где учился будущий герой, до его родного дома. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Если вы за рулем меньше двух лет, значит вы пока еще чайник. С марта этого года обладателю желтого треугончика с восклицательным знаком запрещается буксировка других транспортных средств. Одновременно вводится правило, согласно которому отсутствие обязательного опознавательного знака, начинающий водитель на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, будет считаться условием, исключающим эксплуатацию транспортного средства. Проще говоря, неопытный водитель, на автомобиле которого нет спецзнака, не обойдется простым предупреждением. Его отстранят от вождения, выпишут штраф 500 рублей, а машину отправят на спецстоянку и обяжут наклеить знак. Также перевозка пассажир на мопеде или мотоцикле вам противопоказана буквой закона. А с 28 апреля в силу вступит закон о приоритете восстановительного ремонта по ОСАГО. По нему вместо денежных средств для ремонта авто потерпевшему предложат направление в сервис. При этом уточняется, что бывшие в употреблении или восстановленные комплектующие изделия при таком ремонте нельзя будет использовать, если страховщик и потерпевший не договорятся об ином. Старинный метод выбивания денег со страховщика канет в лету. Искать запчасти, а потом и сервисы вам не придется. Страховщик в течение 30 дней должен вернуть вашу ласточку, как новенькую. Деньги же можно получить в следующих случаях. При полной гибели транспортного средства, если затраты на ремонт превышают размер страхового возмещения, причинение в результате ДТП тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, смерти потерпевшего, если потерпевший является инвалидом, при наличии письменного соглашения между страховщиком и потерпевшим, а также если потерпевший отказался от доплаты за ремонт. И приятная новость для тех, кто потерял права, сменил фамилию и у кого еще не истек срок действия водительского удостоверения, но досрочная замена необходима. Граждане получат возможность обменять водительское удостоверение до истечения срока его действия по собственной инициативе без сдачи экзамена. При этом права будут выдаваться также на 10 лет при прохождении водителя медицинской комиссии. Таким образом, с момента замены водительского удостоверения вы автоматически продлеваете срок его действия еще на 10 лет. Документ вступит в силу 4 апреля этого года. Если вы решили сделать ремонт, тогда отправляйтесь в торговый дом Юрат. Компания располагает собственными торговыми и складскими комплексами, что позволяет удовлетворить любые запросы покупателей. Сегодня мы решили посетить 4-й корпус торгового комплекса. Он представляет собой три этажа. На первом этаже представлена керамическая плитка, мозаика, керамогранит, а также сухие строительные смеси. Здесь же дизайнеры могут разработать проект вашей квартиры, что позволит, не выходя из павильона, оценить сочетание цветов и рассчитать общую стоимость вашей покупки. Переходим на второй этаж. Для удобства здесь работает лифт. Представленный здесь ассортимент доказывает, что ремонт может быть недорогим и качественным одновременно. Сантехника, мебель для ванных комнат, ванны, душевые кабины, унитазы, раковины, биде, обои и оригинальные предметы интерьера. Все для ремонта и благоустройства вашего дома. Многие представляют компанию «Юрат» как электротехническую, что у нас продаются лампочки, люстры, провода. Мне бы хотелось немножко разрушить этот стереотип, потому что компания «Юрат» – это очень многопрофильная компания. У нас более 150 тысяч номинований продукции на сегодняшний момент. И каждый год этот ассортимент расширяется и растет. А буквально в этом году мы открыли салон модной сантехники, где самый изысканный покупатель может найти все самое необходимое, интересное, последние бренды, всех европейских компаний. Отдел модной сантехники, расположенный на третьем этаже, может утолить самые тонкие и изысканные вкусы покупателей. Дизайнерские новинки и модернизированная классика – все в одном месте. Ну а снять усталость и взвесить решения о покупках можно в специальной зоне отдыха для посетителей. Здесь все для вашего комфорта. Делайте покупки с умом, открывайте новые и создавайте свой стиль вместе с торговым домом «Юрат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова